О новостях Минска расскажет столичные подробности. В студии Наталья Михайлик. Добрый вечер. А витаминоза не будет. В Минске завершили формирование стабилизационных фондов к межсезонному периоду. В этом году для столичных потребителей подготовили более 45 тысяч тонн овощей, фруктов и картофеля. В городское хранилище плоды своего урожая поставляли аграрии со всех регионов Белоруссии. И благодаря контролю качества и условиям хранения на потребительских прилавок будет поступать только самая свежая продукция. На сегодняшний день завершена закладка стабилизационных фондов. Мы справились много раньше срока. Закладка закончилась 13 ноября. И основной базой для хранения плодовочной продукции, а также картофеля, является оптово-розничное предприятие УП «Партизанское». С поставщиками были заключены договоры на поставку этой продукции. То есть мы гарантируем безопасность. В столице подвели итоги строительства арендного жилья. С начала года в Минске возвели на 13 тысяч квадратных метров больше, чем планировалось. Такой вид жилой площади пользуется большим спросом у минчан. Так на одну квартиру приходится от 100 до 400 желающих в ней проживать. Всего на данный момент в столице насчитывается более 5 тысяч квартир коммерческого использования. По итогу уже 10 месяцев по городу Минск введено 47 600 метров квадратного жилья. Были введены 6 домов в таких районах, как Михалова, 3 жилых дома, 2 жилых дома и 3 жилых дома в квартале «Магистр». Один дом в заводском районе. В 2016 году планируется построить жилой дом в квартале «Магистр», который будет в последующем для сотрудников предприятий. С математической точностью светофорное регулирование на проспекте Рокоссовского подстроилось под столичных автолюбителей. Теперь зеленым светом дорожный постовой горит на 15 секунд дольше. Изменения в работе светофора произошли по просьбам автолюбителей, так как в утренние часы пик на участке от улицы Плеханово до Транспортного кольца тянулись бесконечные пробки. По словам специалистов, благодаря такой мере пропускная способность перекрестка выросла в разы. «Такое нововведение было создано по просьбам автолюбителей. Мы можем наблюдать ситуацию, что автолюбители не попадают в заторвую ситуацию, жалоб не поступает, и граждане беспроблемно могут передвигаться на данном участке дороги, не опаздывая на работу». Уступать дорогу автолюбителям светофорный объект из столицы готовы круглосуточно. Именно для этого в Минске создана автоматизированная система управления дорожным движением. Благодаря планам координации любой автолюбитель может попасть в так называемую «зеленую волну», что практически исключает остановку автомобиля у светофоров. Для этого ГАИ рекомендует двигаться по главным столичным магистралям со скоростью 45-50 км в час. «Мы можем внедрять так называемые планы координации, оптимальным образом разгружать транспортные потоки по городу. Порядка 80% у нас светофоры мы видим на экране монитора». Оставить вредную привычку на перроне. В Международный день отказа от курения навсегда бросить сигарету предложили на железнодорожном вокзале Минска. Консультацию десятка специалистов можно было получить в зале ожидания и не ждать более подходящего момента, чтобы расстаться с зависимостью. Оксана Симашко вдохнула воздух без дыма и оценила новые площадки для курильщиков. Алла Викторовна в Минске проездом из Волковыска. О проведении антитабачной акции на железнодорожном вокзале ничего не слышала. Но не упустила возможности проконсультироваться со специалистами. Как избавить мужа с 40-летним стажем курения от пагубной привычки? И совсем скоро в семье Пилипюк появятся внуки. «Главное, мне кажется, такое желание, чтобы человек захотел дышать, чтобы легкие у него были чистые. Я бы хотела, чтобы дедушка не курил, а был такой, ну, хороший, чтобы внук был с кого брать пример». Видеть легкие своих подопечных несерыми хотели бы и медики. И брать пример действительно есть с кого. Так, в прошлом году почти 10% минчан бросили курить. Это уже не модно, подтверждают и врачи. Ведь зачастую онкологическими заболеваниями страдают именно курильщики. Вот такие площадки для перекуров организовали на территории железнодорожного вокзала. Два на два метра, как говорится, особо не разгуляешься. Их расположение тщательно разрабатывали специалисты, для того, чтобы люди, не подверженные вредной привычке, реже вдыхали табаченный дым. Территория курильщиков существенно сократилась. Как говорят медики, теперь человек с сигаретой не только отделен от некурящих, но и обращает на себя нежелательное внимание. Возможно, это также послужит стимулом отказа от дыма. «Я думаю, что в принципе и моральное даже чувство курильщика, который будет стоять отдельно, и может быть, это как-то повлияет на его решение самостоятельно бросить курить». Теперь на Минском вокзале дымить курильщикам разрешили на 16 площадках, расположенных в 60 метрах от вокзала, в границах белых штрих-пунктирных линий со специальными урнами. «Скажите, а что это вы пырите в неположенной зоне?» А в ответ тишина. Это потенциальные претенденты на штраф до четырех базовых величин. «Предупреждаем пассажиров и показываем, где находятся эти места. Кроме этого, по громкоговорящему радио вокзальному делаются постоянные объявления». «Второй раз пользуемся этими площадками. Ну, удобно, я считаю. То есть никому не мешаешь стоишь в специально отведенном месте. Мне не заставляет труда отойти и постоять здесь». Эксперты Всемирной организации здравоохранения посчитали, около 30% всех опухолей человека и смерти от рака связаны с курением. 600 тысяч ежегодно умирают так называемые пассивные курильщики. «Мы вообще не курим, то есть и поддерживаем этот, всем советуем бросить курить». «Мой папа не курит и мама с папой». Ограничения на Минском вокзале по факту сегодня оценили Оксана Симашко, Сергей Капустин для программы «Столичные подробности». Новые «Столичные подробности» завтра в это же время. В студии новостей, которая всегда рядом, работала Наталья Михайлик. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!